Поздно-поздно до вечерами Амида, как утихнет весь народ Приусыплется звезда Амида весь наш печальный До неба суд Потемнели мои очи Сквозь очей гляжу на свет И ходить не стало мучить Пригорюнивший сижу Ох, сейчас найду могилу Ты прости, мой белый свет Ох, сейчас найду могилу Ты прости, мой белый свет Вы простите, мои дети Мои силы и труда Вы простите, мои дети Мои силы и труда Даже дать мне смерти тошно И не знаю, как сказать Даже дать мне смерти тошно И не знаю, как сказать Только вижу утешенье Когда Господу молюсь Что простил мне за грешенье Упаду, в слезах залью Подниму я к верху учи Всю неделю поплю я Чтоб избавила вечные муки Негасимого огня Вот мы попали с вами в удивительную деревню Это деревня Уймон Вот много сказано легенд Пословица Уймоне, сказок Вот одно слово Откуда Уймон? Уймонская долина Это удивительное место И вот алтайцы переводят Уймон так Ой, корова Монкишка Но сами же со мной не соглашаются И говорят Да нет, это не так А когда я спрашиваю Как так? Они мне говорят Уймон Это место среди гор А еще говорят Десять моих мудростей Десять моих мудростей А можно сказать Тысяча мудростей Еще скажут Уйма Уйма Много 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 всего В нашей деревне Есть легенда Об алтайце Уймоне Уймон жил здесь Двумя сыновьями Хорошо жил Зажиточно жил Но Сыновья начали между собой ссориться Богатые они с котом были И ссорились Место Тауска В этой Вот по правобережью И они здесь жили У них скот путался Ругался Ругались они Надоело Старому Уймону И тогда Он одного сына Старшего оставил Здесь А второго Спустил вниз по Катуни И переправил его На левый берег И вот там деревни Нижний Уймон Верхний Уймон И Нижний Уймон В прошлом году Мы праздновали Нашей деревне 220 лет Это по архивам 1786 год А если мы посмотрим По музейным материалам Тоже так будет 220 лет Однако Старики не соглашаются Лукас Асипатрич Огнев Как-то сказал так Первый Пришел в Бочкарь Стал землю возделывать Земля хорошая Плодородная Лет 300 назад это было А позже Другие селились Смотрите Как вам скажу Лукас Асипатрич Лизавета Протерьевна Васа Ананевна Финогена Морзыч Галактифон Фадеевич И могу бесконечно говорить Они про свою деревню Скажут Уж у нас Совсем последний угол И вот в этом Последнем углу Сохранились Бесконечно Дорогие Моему сердцу И сердцу моих Дорогих Односельчан Традиции Обычаи Они знаете Как скажут Они Вот Берегут это Они берегут А наша задача Собрать и сохранить Если мы это Не сделаем А глянемся А спросить будет некого Незаметно Век проходит Когда был я молодой Вот уж старость Не подходит И как лун Я стал седой Вот уж старость Не подходит И как лун Я стал седой И они говорят И они говорят так Вот посмотрите Они любят свою деревню И скажут про деревню так Своя земля И в горсти мила Или произнесут Или произнесут Вымолвят Не та земля дорога Где медведь живет А та земля дорога Где курица скребет А это Поется Братья Воймите Вы Друзья мои Внятно Преклоните И Ушицы Свои Я Стишочек Вам спою Да Про службинку Про свою Да Про житьё Жите Эйское Да Про младые Лета А вот вы киржаки Или как вас Вас называют киржак Или старовер Староверы мы Староверы все таки А знаете почему Вот в Туве Мы жили Там всех староверами зовут Там даже слова киржак нет В Туве А здесь Все киржаки Наяривают Тот киржак Другой чиржак Если кто верит то А старовер тот с лопастью Сейчас начало немножко Что старовер то кто Вот этому музею Уже тридцать четыре года И он был сначала в школьном классе Школьном коридоре А потом вот он уже Появилась вот эта изба Этот дом очень старый Ему больше Этому дому уже больше ста пятидесяти лет А построили его Ивановы Хорошо жили Ивановы Зажиточно Потом перед коллективизацией В этом доме осталась одна вдова Но она так умела и четко вела свое хозяйство Что полон был дом всего Много скота держали Пришли колхозы И все Разобрали как и всех Ивановых Кого в землянку Кого в нарым А осталась здесь Вот Осталась здесь Евдокия Михайловна Южакова Она была Из коммуны Коммунарам давали Такие дома Да никто ее не винит Не вини людей Вини время Скажут староверы Вини время Время было такое Она немало пережила Она и пережила и войну Мужа там потеряла Детей похоронила И поэтому интерьер этого дома Некому было переделывать Осталось все Как тут было Мы вспомним про раскол патриарха Никона Никон Вот После никоновских реформ Не все согласились с ним Не все согласились Что надо быть К новой вере прийти И вот Многие остановились Вот я знаю что Первые поселенцы были Бочкалевы Атамановы Огневы Черновы Но я вам скажу Что мне уж очень было интересно Кто такой Бочкарь И долгое время я не знала И вот годика два назад Я познакомилась с удивительным человеком Этому человеку Бочкареву Тимофею Филипповичу 92 годика Он Когда я к нему пришла Вот такая же большая изба Круг избы все Иконы Книги А он старенький Сгорбленный Но бесконечно добрый Он читает Старинные книги Читает без очков Когда я у него спросила Деда Тима Да то ли без очков Он говорит Да мила ты моя Да у меня глазоньки Несколько лет назад Темнеть стали А я нашел ключик Стал умывать Глазоньки Да говорить Заря-заря ясно Возьми глаза красные Дай мне очи ясные Ты погляди Глазоньки Опять просветлели Помутнели мои очи Сквозь очки На свет Князу И горить не стало мочей Пригорю Пригорю Невшись Сижу И погиб не стало мочей Пригорю Невшись Сижу Я долго думала Как же я с ним буду знакомиться Возле этих-то я всю жизнь билась Они меня знают А как же с тем-то Да все же замечательно Он Когда я сказала ему Деда Тима Не поговорите ли вы со мной Я вас от важного дела оторвала Говорит Да ты меня от важного оторвала Я книги читаю А когда мы с ним долго разговаривали Я спросила у него Пойди Дедя Тима Я другой раз к вам приду Можно Он сказал Приходи Я никого еще не обидел И второй раз Он Когда я у него опять пришла К нему и спросила Можно я к вам еще зайду Он сердито произнес Я тебе в тот раз Сказал Кого ты Вот это их разговор Еще дедя Тима Поведал нам историю бочкарей Вот бочкари жили в Подмосковье Хорошо жили Зажиточно жили Но не приняли они Реформ патриарха Никона И вместе с другими Которые не приняли Они ушли на реку Керженец Река Керженец Это приток Волги Недалеко от Нижнего Новгорода Пожили там маленько Но нашлись Стропотливые люди Стали их ругать Обзывать И тогда бочкари не выдержали Не все сразу ушли А среди них был самый младший Исаак Ему 19 годков было Он и пошел искать новые места Помолился Попросил благословения У отца и матери А ноте известно Отцовско-материнское Благословение И в воде не горит И в воде не тонет И в огне не горит И в воде не тонет Да и пошел Долго шел Долго шел Ушел в апреле После Пасхи А пришел сюда В эти места Только к концу августа Но не сразу В Уймонскую долину пришел А вот за нами Следом есть Катанинская степь Туда пришел Пришел туда Остановился там Там гора Саптан есть Устал Оголодал Убил двух козлов Побыл там Увидел все Но Увидел все Но не остановился там Вдохнул маленько Огляделся Не поглянулось ему то место Место узкое Горы близко И тогда он пошел Вверх по Катуни И вот когда вышел Он в Уймонскую долину Горы Словно раздвинулись Великолепная река Течет Покрытая Вником Березняком Тут же ельник растет Понял он Сюда шел Сюда пришел С левого берега На правый Он легко перешел У нас к осени Катунь не леет И шевера Бывает Что коню по коленам Будет зашел Сюда Познакомился с алтайцем Уймонка Подружились они Стали вместе рыбу ловить Рыбы туго было Отпрудишь канавку А там рыбина Ее волосиными селками Ситом можно было ловить Даже руками Много промышляли Охотничали Срубили вместе с Уймоном Срубили амбар Избушку Но к марту месяца Исаак засобирался домой За своими Пошел Но уже не горами пошел Вот здесь то у нас Тиректинский хребет А это Катунский хребет Он видно горами Так и к Тиректинскому пришел А тут пошел через громотуху Сейчас то громотуха У кого в душе леденеет Волосы на голове шевелятся А вот тогда громотуха Только трубки были Только трубки По которым алтайцы скотоводы Скот гоняли Зашел он Три дня до громотухи шел А то и Мона Зашел туда Боялся это место потерять Камешки накладывал Зарубки делал И пошел Пошел за своими Откуда мы знаем то Да потому что Многие староверы Которые шли В эти места Они вели дневники Уж очень Они не грамоте Тянулись Мне о них Рассказывают О парне старовере Который целый год Работал На богатого Только за тем Чтобы его научили Читать Дописать Учись доброму Плохой это на ум Не пойдет Вот так и скажут Учись доброму Плохой на ум Не пойдет Они учились И в молебном доме У наставника Они учились Они ведь не признают Церковь и сейчас Не ходят в церковь Они батюшку не признают У них свой наставник Они молятся в молебном доме По прежнему Двуперстия Молятся они По лестовочке Бабушка молитва Бабушка молитва Вот по такой лестовочке Они молятся У них не поясные поклоны Как принято в церкви сейчас А земные поклоны Вот так в землю кланяются Пошел он Молился дорогой и шел Молился и шел И пришел он туда Опять уже к осени Пришел Женился на Татьяне Атамановой Рассказал о этих местах Да не просто рассказал Хоть и голодал И холодал Но в торбушке Сушеное мясо и рыбу принес Всем раздал И сказал Собирайтесь Собрались они К марту месяцу Взяли с собой Самое необходимое Вот Исаак то Я говорила О грамотных то Он дневник вел И это все записывал И этот дневник передавался В семье бочкарей Из поколения в поколение И так до самых колхозов Вот когда колхозы то прошли То их разорили Разорили бочкарей Покидали мешки активисты И книги покидали Покидали большие иконы Кидали туда И дневник туда же А вот Исаак там И деда Тима то Был грамотный И этот дневник Он запомнил До края Он запомнил этот дневник Его все семьи бочкарей Разорили Матер стреляли Отца расстреляли Деда Тима Братьев тоже уничтожили Деда Тима все тюрьмы И лагеря прошел Пройдя все тюрьмы И лагеря Он до 85 лет Еще все горы исходил Говорили совсем Он говорит Пропащая там жизнь была Пропащая жизнь Но я себе сказал Я еще не все горы Истоптал И поставил себе Выжить и прийти И он пришел К Таталину Так вот этот дневник то Он помнит наизусть Он говорит Много раз Я его на нарах Пересказывал Вот так Так вот этот деда Тима И рассказал эту историю Шли они сюда долго Уже три года Шли три года А через речки И переправлялись Так Ехали на телегах Уже бочкаревы И атамановы Вот лодка И эта лодка Между ними клали бревнышки Клали бревнышки Между лодками Сюда же Весь и листоски какие Весь карп свой Они складывались Сами садились в лодку А у Татьяны Атамановой Была умница Красавица Баска Володевка Она сядет в лодку И потихоньку скажет Буренка Буренка Корова у нее Буренка была И вот Буренка Скажет она Буренка Буренка за Татьяну Все коровы за ними Скотину так и переправили Тяжело особенно Было переправляться Через грамотуху Но все таки Прошли Бог помог Прославили Бога И пришли в эту долину Вот здесь Обосновались Бочкаревы Буренка 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 Этих путей Великое множество Путей заселения Уимонской долины Вот здесь Возле нас Есть два дня пути Здесь Бухтарма Восточный Казахстан Так вот там В Бухтарме Очень много Тоже староверов И они приходили В нашу долину тоже Сейчас можно В деревне услышать Мы давно Здесь уже живем Бухтарминцы мы Меня тятенька За руку привел Или скажет А меня Бухтарминцы мы Меня мамонька Брюхи еще сюда Принесла Так и скажут И скажут Бухтарминская на мне рубашка Это вот Вишь клопики Так как собраны Клопики по другому Уимонские парни Стремились взять Бухтарминских невест Гостеприимные Чистоплотные Уважительные Вот их и брали Родители Родители Мои предки Пришли из Бухтармы Киржаки Они Бухтарминские Киржаки были И вот они Оттуда до сюда Они не дошли И там осели Бухтарме И из Бухтармы уже И потом вот туда пришли Ближе к Лениногорску К Ридеру сюда И там не остались А шли сюда в горы Ближе сюда в горах Да Вот это поперечное Но 30 км от Ридера Сюда В сторону Карагая В сторону Карагая Да А я оттуда родом И там мои все предки там лежат Ну вот они Они говорили Что А как они туда попали Бухтарму Да Они оттуда шли Как известно 300 лет наверно назад От Никоновской реформы То есть они Ну как-то назвали Мы с Россией Или как Мы российские Они говорили Или мы киржаки Да Они не любили слова киржаки Они говорили Это для них обзываловка Да Старая вера Крепкой веры Даже помню Крепкой веры И звали Как вот сейчас здесь Я столкнулась Тятенька Мамонька Звали Бабонька Сяду я за столы да И спадою мою да Как на свете жить Я одиною кому А еще У Григория Крепенщикова Есть такое Замечательное произведение Алтайская Русь И у нас в музее Есть памятник Памятник Людской доброты И любви К своей вот Родине У нас жил Когда-то Владимир Сиропионович Атаманов Его прадед Проделал здесь Первую борозду Мы много у него спрашивали Он учитель Фронтовик И уехал туда же В Кемеровскую область В Белово И вот потом Он перед смертью Выслал нам альбом Люди то умирают А добрые то дела Вот этот альбом Живет рядом с нами И он рассказывает Там вот чем Там было И Грибельщикова Говорит это же И Владимир Сиропионович Атаманов это же Говорит Вот когда-то Там были Кабинетские земли Царские ротники Работало там Люду Видимо-невидимо И работали староверы Тяжелый крепостной гнет Ненавистный Религиозный гнет Когда не давали им Исповедовать свою веру Преследовали Обижали Их за это Вот Грибельщиков Григорий Рассказывает Такой случай Когда Недоробил накажут Переробил накажут Однажды Рудокопы Выдали Больше руды было Чем положено Их посадили в огромный чан Для промывки руды Посадили их сразу Двенадцать человек Семеро пошли ко дну Пятеро Были живы Пятеро Были живы Но сказали Неси всех мертвецкую Там дойдут Работали на рудниках Даже маленькие дети Дети пяти-шести лет Они брали кусочки руды в рот Входит детский ротик В одну сторону Не входит в другую Оттого зубы Язык Все было в язву Решили бежать Староверы Решили бежать И бежали Долго шли И наконец Дошли идти-то дальше некуда Лез до горы И тогда самые смелые Из них забрались На самую большую гору Увидели эту Замечательную долину Спустились сюда И стали жить здесь Без всякой связи С большой землей Жили Сначала жили в землянках А потом Они решили Идти за своими Три года Питались рыбой Да мясом только Пошли за своими Туда же На кузнецкие рудники А по дороге Их встречали Тойоты-шорцы Они их калмыками называли И Григорий Гордеевич Огнев говорил Когда мы шли Так нас калмыки Шибко донимали А оружия Никакого не было И он говорил Мы от них Отбивались Батиками Батик Вот такой вот Кап Березовый Вот такой батик И Григорий Гордеевич Деда Гриша говорил Расшопни батиком Калмыки сразу валятся Другого оружия У них не было Вот этот батик Кап Березовый Который по-моему Раз это много было Он помогал староверам Защищать себя И свои семьи ПЕСНЯ 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 А еще на Руси Великой Со времен Владимира Красносолнышко жила легенда о Беловодье. Много на Беловодье хаживали. И атаманы выходили, и огневы ходили, и бочкаревы ходили. И в деревне была вдова Соколиха, немолода уже. Ушла с двумя сыновьями искать Беловодье. И долго же от нее весточки не было. А потом прислала и сказывала. Живу, мол, хорошо. А где живет, не сказывала. Все поняли, нашла Беловодье. Были памятки. Плоть до 30-х годов люд искал Беловодье. Когда пришли колхозы, вот тогда-то всех крепко к земле и приковали. Искали Беловодье многие. И вот Фекла Семеновна Атаманова, которая прожила в нашей долине свою большую жизнь, пережила столько много. И Нарым, и детей там потеряла в Нарыме. И хозяйство ее разорили. И сама она пришла, когда оттуда немало пережила. Но осталась у нее светлый ум и добрая память. И Фекла Семеновна говорила так. Есть оно Беловодье, да есть. Искать его только надо. Место-то широкое, между Бухтармой и Китаем. Дойдут туда не все. Дойдут только праведно душой. Случалось доходение. Дойдут туман. Синё-синё, за туманом-то река, за рекой-то. И педухи кричат, и коров мычат. И люди разговаривают. Отойти нелегко. Видно, неправедно душой. Так вот, я у них много раз спрашивала. А как это неправедно? То ли неправедны, так плохие люди. Они скажут, да нет, ты не так. Это когда шли, то мысли не совсем светлые у них были. Вот так тихонько и скажут. Мысли не совсем светлые были. И вот те, которые искали Беловодье, они сердились на них власти. Хотели расселить Уймон. Ну, то ли у них руки не дошли, то ли они передумали. Они Уймон не расселили. Но очень часто стражники уводили искателей Беловодья, садили за замки железные, за двери дубовые. Проходило маленькое время. Опять искатели здесь, опять же уже в Уймоне. Наши бабушки говорят так. От сумы до тюрьмы не отказывайся. А кто попадает в тяжелые отношения с правоохранительными органами, они скажут, вот, читай молитвку. Ни одного уж привела да вывела. Жил юный отшельник, он в келье молясь, священную книгу читал он глублясь. В той книге прочел он, что тысячу лет, как день перед Богом мелькнет и пройдет. Родители мои киржаки, деды киржаки, и я думаю, киржачка. Но только та киржачка, которая не киржачит. Пока возраст не подошел, обрядов не соблюдаю, хотя крест ношу. А крест у тебя на самом деле киржачий? На самом деле. То есть сами делали? Угу. Ну вот, крестики у нас не на цепочке носят, а на гайтанчики, на веревочке. На гайтанчике. А вообще гайтан, это большая веревка с большим колокольчиком ботала корову до коня привязывая. Да? Это тоже гайтан? Да, это тоже гайтан. Вот так. Поздно, поздно, до вечерами да как Утихнет да весь народ Этот стих большой, очень поздно, да поздно вечерами. Вот отсюда поедут до Гагарки на коне И как раз до Гагарки хватает. Вот потому что он с повтором повторяется. Удивительный народ. Каждое его слово. И чем вот дальше уходит, тем глубже становится это. Тем этот источник все яснее, все чище. Посмотрите, как они скажут. Они скажут вот так. И рады бы весна на Руси вековать вековушкою. Да придет вознесенный день, закукует кукушкою. Соловьем-то она зальется. К лету за пазуху берется. Валентине Антропьевне Зензиной. Девяносто два годика. Годика четыре назад она еще все хозяйство держала. У нее конь был, две коровы. Она огород огромный обрабатывала. Да еще ноги искалеченные. Когда я к ней прихожу и говорю. Ой, баба, Валя, да мила моя. Да как же это ты все оттяпала? Она говорит, да ты кого? Кто стонет, тот Бог огонит. Я вот на оттяпку, так как на костыль пошла, да пошла тихонько. Когда я от нее уходила, она говорила, я тебя провожу до воротчиков. Я говорила, да тетя Валя, да не надо, да уйду я. Ну давай, не надо так. Человек это всегда надо проводить до воротчиков. Не человека провожаешь, а ангела. А теперь, когда она не может уже проводить меня, она тихонько скажет. Отходили мои ноженьки, патерной дороженьки, отглядели мои глазоньки на окошке мазанки. Вот этот дом, вот я уже сказала, ему больше 150 лет, все осталось так же, но он только был не крашен. И вот абсолютная чистота стояла в их домах. Грязь считалась, ты дом для хозяйки. Они говорили так, баня венечком метется, дом хозяюшкой ведется. И в доме, вот в этом, девки вставали в 4 часа утра. У них уже нельзя было садиться в субботу за грязный стол, в грязной избе за стол. Грешно было это. Они говорили так, нельзя садиться завтракать, не доработавшись до пота. Доработавшись до пота. В эту езбу они мыли два раза в год. Мыли галиками, песком. Собиралось 10-12 женщин. И целый день мыли этот дом они. Мыли, заносили по 50 ведер воды. К вечеру хозяйка похаживала по дому, принюхивалась и говорила, «Ой, бабы, однако хватит, деревом уже пахнет». Чистота, они скажут, красота в чистоте. Так и скажут. Где чисто, там ангелов сто. А где грязно, там ни одного. Вот здесь они никогда за словом в карман не лезут. Они скажут, обещах они дахи, родная сестра. Или скажут, та ну, топор сулил. А вытащили, про топорища забыл. Если кого-то ругают, он смиренно стоит-стоит, да вымолвит. Знаю, что не стою. Да посереть двух плохих-то и хорошему плохо. Даже про свои палати, они и то сказали. Нет перины, нет кровати. Да мягки у нас палати. И вот на этих палатах полно-полно ребятишек на толкана было. Шубейку какую бросят, подушки там, потничишка какой. И скажут, много бог детей дает. Да лишних-то не посылает. Вот эти вот лавки, которые вот вокруг стен были, а на них сейчас уж ни у кого таких лавок не увидишь. Но можно услышать. Мария, у тебя то ли вонятка-то ходит, да ли нет ли? Да вокруг лавок зачинат. Вокруг лавок зачинат. Так и скажут. Вот полки с посудами, печь. Вот дома 150 и печи 150. Печи грела и кормила и лечила. Старики на печи кости свои грели. И о печи, они говорили, тоже много было поверить, с печью. Хозяйка постоянно возле печи была. И печь, она имела и некоторые сакральные такие свойства, которые ходили в Марине. Они говорили так, что уже не чистик-то на печку никогда не залезли. И вот здесь хозяйка умело управлялась печью и горшки, и чугуны. Оттуда корчаги. Опять посмотрите, какая мудрость. Попробуй-ка большой чугун вытащить. А с помощью этого катка они это делали легко и умело. А еще я вам скажу, никогда нельзя было пастью печку бросать. Пастью нельзя. Если печь не топилась, заслонка была всегда прикрыта. А чтоб молодые хозяйки об этом не забывали, они тихонько произнесут. Они тихонько скажут, ну вот, милая моя, ты что опять оставила? Салота открытым. Вот помрешь, да будешь с открытым штумом лежать. Сразу запоминалась. И навек запоминалась. Никогда они посуду на столе не оставят грязной. Никогда не закрытой. Ведро хоть щепочку да положь. Хоть щепочку да положь, скажет. Вот так вот. И рассказывает легенду. Бежит не чистик. Грязный, грязный. Весь в коростах. Чешется. Тяжело ему. Ему советуют. Так ты вот, смотри, человек шел, вот водичка у него в следе. Так ты здесь обмойся. Да как же я обмоюсь-то. Человек с молитвой шел. Бежит дальше. Ему советуют. Вон лошадь прошла. Так ты по колее-то и обмойся. Да как же я обмоюсь-то. Ведь с молитвой лошадь-то запрягали. Зашел, забежал в одну избу. А там все чисто, прибрано. Некуда ему деваться. Вот. Там ведро стоит с водой. А на ведре поперек щепочка лежит. Говорит. Так вот ведро, целое ведро. Мойся. Как я умоюсь. Через это бревно разе я пролезу. Ведь с молитвой закрыто-то. Зашли в другую избу. А там стаканы на столе. Грязь кругом. Болтыхнулся нечистик. Его еще Арсенька в деревне зовут. В один стакан. Во второй. Обмылся. Отряхнулся. Ой, хорошо. Здороверы это крепко запоминали. И уж посуду на столе или грязным дом вряд ли кому из них удавалось оставить. Вот это, вот в этой избе жило по 18-20 человек. И не только в ней. Вот. Многих такие семьи были. Лина Поликарповна говорила так. Я 15-го в семью вышла. Мне 16 годков было. 15-го в семью вышла. 5-6 невесток в одном доме. Ссориться было нельзя. Нельзя. Никто нас не заставляет сейчас жить вместе. Но уважать и любить друг друга. Понимать друг друга. Прощать друг другу. Мы будем просто обязаны. Вот эти невестки, они не могли ссориться с друг другом. Им строго-перестрого было наказано. Не разжигай. Туши пока не разгорелось. И если кто-то обидел одну невестку, она уже никому не смела сказать. Они говорили, все, что в доме, под одной крышей. Все, что между мужем и женой, под одной шубой. Скажут, если муж с женой и бронятся, так они под одну шубу ложатся. Она тихонько скажет плечо своему мужу, что ее обидели. Он не будет ее жалеть. И не будет кому-то выговаривать, что обидели ее жену. А тихо произнесет. Ну да ладно тебе. Господь терпел и нам терпеть велел. Где терпение, там половина спасения. И подумает и скажет. Ну вот, щипят тебя. Да не убивают же. Не отвечай на щипки. Не расстраивай себя. Время покажет. Кто есть кто. Время покажет, кто есть кто. Вот это было главное, что было вот здесь у этих людей. А еще они, мои дорогие, скажут. Пожалуется она ему второй раз. А он произнесет. Пусть лают, себе мотают. Вот так говорит. Как царь Давид был кроток да мудр. Дай мне, Господи, кротости и терпения. Лина Поликарповна Бочкарева наказывает так. Обидел тебя человек. А ты подойди к нему и скажи. Прости меня ради Христа. И отойди от него. И не глаголь про него. Время покажет. И он сам поймет. Сам поймет. И будет переживать. Пожалей его. Вот так и скажет. Это удивительный народ, который много в нем мудрости, понимания. Они рассказывают притчу. Вот Мария Фадеевна Вдовина сказала так. Пришли Бог-апостолы на землю. Идут кому помочь, кому наказать, кому посоветовать. Подходит к ним мужик, да говорит. Да, милые вы мои, сколь у вас работы, и праздника-то у вас нету. Тогда один из апостолов говорит. Да как же нету? Есть у нас праздник. А какой праздник-то? А когда невиноватый, у виноватого прощения попросит, вот это и есть апостольский праздник. То есть небо радуется. Конечно, может быть нелегко на работе попросить у обидевшего тебя прощения. А вот дома, в семье, у отца, у матери, у брата, у сестры, у дочери, у сына попросить прощения. Это великое дело. Это великая мудрость. Вот в этой семье жило по три поколения. Старых очень уважали. Про старость говорили так. Молодость-то пташкой, а старость-то черепашкой. Еще у ребеночка и пуповинка не отпала, а кто-нибудь из стареньких усаживался за этой зыбочкой, которая качалась на очепи, и потихоньку он пел. У котика, у кота, была мачеха лиха, она била кота поперек живота. А кот с горюшкой, кот с кручинушки, кот на печку пошел, горшок каши нашел, на печи калачи, как огонь горячей. Пряники пекутся, коту в лапы не даются. Баю-баю, зыбаю, пошел мужик за рыбою, Мать пошла пеленки мыть, да дедушка дрова рубить, Дедушка дрова рубить, да бабушка ухудовать. Вот эта зыбочка, которая качалась на очепи. Вот этот очепь, посмотрите, я вам скажу, вот этот очепь, на котором качалась зыбочка, она, он был доктор как-то и сказал, что не просто те коляски, современные коляски, от которых вот буквально головка у ребенка отваливается, если они еще там без рессор, а вот эта колясочка, которую покачивали, вернее, эта зыбочка на очепи, посмотрите, она имитирует ребеночку в ней так же хорошо, как в животике у матери. Как в животике у матери. Вот, и здесь вот мы видим игрушки детские. Вот этот мячик, вот этот мячик, это сделанный из конского волоса. Он, ребятишки брали гаречку и накатывали, вот накатывали на вот этот вот мячик. Вот такая хорошая игрушка получалась, вот мячик. Кормили ребенка из рожка. Вот, коровий рожок. В семье знали, что будет ребеночек в семье. Брали сосок, обычно от телки, потому что у коровы жесткий сосок. Вот, сосок от вымени. Вымачивали, вываривали его в молоке, в соленом молоке и куда-нибудь клали. А когда родится ребеночек, его опять вываривали, надевали, вот здесь вот веревочкой, надевали на этот рожочек, вот и готово. Готово, типа бутылочки. Конечно, они рассказывают, что неловко с таким рожочком. И сам обольешься, и ребеночка обольешь. Но другого не было. А матери постоянно были заняты по хозяйству, а бабушки, которые были с ребятишками, они управлялись вот с этими рожками. Байки по байке, матери китайки, отцу сапоги, няньки лентачки, няньки лентачки, с прозументачки. А в тихоньком услышать, что там еще, ну я от бабы не слышала, а дальше там старшему брату на жопу заплату, младшему брату коня седло. Куклы. Мы, правда, с ребятишками тут пока вот маленько надо ее доделать. Растрепали эту куклу. Посмотрите, шили сами куклы вот такие. Вот Матрена Лукинишна, Коншина, она сделала такую куклу. Говорит, да я вам ее неправильно сделала-то. Ее не надо с руками, с ногами-то. Считалось, что рисовать кукле лицо нельзя. Нельзя руки-ноги делать, а то попадет под веник. Так потом кого-нибудь в семье задавит. И они давали безрукими, безногим, безлицами. Делали эти куклы. Потому что только Всевышний не может же сделать как человек. Они не могли это делать. Ну, а волосы вот можно было, да? А волосы можно было. Волосы вот такой вот они делали. Из пакли, из шерсти делали такие волосики здесь. Вот такая кукла. Ну, а вот как-то называлась крутушка там или нянька или еще что-то. Вот вы знаете, как-то вот говорили кукла, а больше, Ольга Алексеевна, по-другому даже и не говорили. Вот. Вот это вот зыбочка. Я вам говорю, что детей очень любили. А детях говорили так. Зинаида Фривна говорила так. Нас мама-то, нас много в доме было. Мама-то нас мягким емечком называла. Уж не взревет бывало, как попало. Ванька, Манька. А скажут, Ваньша, Панша, Зинаида. Вот этот ша, это как оберег ребеночку. Ребенка, как попало, нельзя. Говорили, не от еды дитя растет, а от ласки. Так и скажут. Они скажут, придет старость, придет и слабость. Не бойся смерти, а бойся старости. Еще о старости говорят молодость-то пташкой, а старость-то черепашкой. Старого человека всегда уважали. В деревне была община, и не было брошенных стариков, брошенных детей. За счастье почитали взять кого-то старого в себе в дом. Это было великое дело, богоугодное дело. За ним дохаживали до конца. А если он оставался в своем доме, то община наказывала. Мария, ты за Антоновной присмотри эту неделю. Или скажет, к Анандьевне бегали ли, смотрели, как она там. Вот так и было. А если узнают, что в доме кого-то обижают, то когда-нибудь при молении, не унижая друг друга, не растаптываясь друг друга, они спросят, что-то слыхали, у вас Анандьевна не шибко славно живет. И всем так неудобно. А кто-нибудь произнесет, ну оно так. Ложка-то отхлебаться, так под лавочкой наваляться. Следом вторят. Нет бабушки, так купил бы. Есть бабушка, так убил бы. И как же неудобно, этот человек подумает. Ведь вся деревня будет коситься на него, что он обижает старого человека. Про старость можно говорить очень много. Но самое главное, если даже человек был уже не в своем уме, то они между собой или в уме скажут, что с него взять-то. Стар да мал, дважды глуп. И относились к старику как к маленькому, не обижая его, не оскорбляя, не мучая его ничем. И он был, долго жили. Они скажут, у нас тетенька 105 годков прожил, мамонька больше 90 прожила, потому что они были всегда востребованы, нужны. Их советы, их мудрость нужны были людям, которые живут в этом доме. На дрове гармоника, и на дворе мы тут стоим. Мапаюку потеряла, не пошел до недели. Я имела лети, на дрове, на дрове, на дрове, на дрове, на дрове, на дрове, на дрове. Я стала, не нашла, не воляка. Сынка ляточка упала, уйдя на порту долугой, пока уже мать ходила, не носнулся в долгой. Нельзя не говорить о нашей деревне, не сказать еще о таком обычае. Петь было принято, не принято. Та же Ульяна Федоровна говорила мне так. Мне дедонька наказывал. Хмельного-то человеку нельзя. Хмель-то в человеке 30 годков держится. А ну, как умрешь пьяный. А ну, как умрешь пьяный. И они пили травянушку, отваривали травы. В эти травы они заквашивали ее. Заквашивали хмеля нельзя. И сейчас ведь уже ученые подошли к тому, что в хмеле есть особые наркотические вещества. И сейчас есть староверы, хмельного не едят, в магазинный хлеб не берут. А травянушку тоже делают. Они отваривают травы, заквашивают их, кладут или сахарку, или метку. Вот тебе маленько закиснет, настоится и травянушка. Они скажут, с устатку выпьешь, кровь все разобьет, жилочки расправит, еще с колью правишься. Мне рассказывали о бабушке-староверке Домне Герасимовне, которая прожила больше 90 лет. И до самой смерти по стаканчику травянушки. На ночь она выпивала. А вот этот вот жбанчик, он очень интересный. Два отверстия. Вот ведь одно отверстие, и вот второе отверстие. И вот сюда наливали травянушку они, когда родится сын. Сыновьям в деревне очень радовались. Очень радовались они уже потому, что сыновьям в деревне очень радовались они потому, что земля была общинная, и давали землю только на мальчиках. Родится мальчик, они сделают вот этот жбанчик-травянушку, и спустят его в заваренку. А будет жениться, они достанут. Всем по маленькой нальют. Говорят, которые по что-то не превышены, сразу под стол валятся. То есть голова-то светлая, а разбивает тело до такой степени, что оно совершенно расслабляет человека. Но это совсем на немного. Песня. Песня. Вот так они говорили о питье. Пить нельзя. Хмель-то в человеке 30 годков держится. Что умереть пьяному, что суицид, это было совершенно одинаково. Даже на кладбище хоронили других людей отдельно. Курить тоже было нельзя. Очень аккуратное выражение. Они скажут, кто курит табак, тот хуже собак. Так и скажут. И если курят, то скажут, не вставай к святой коне, табажоры давайте. И даже появились в советское время, когда куриво пошло, появились даже занавесочки. Староверы не курили, а поздние переселенцы курили. Когда-то никогда на иконку, на передний угол занавесочек не вешали. А теперь вот закрываются. У меня в нашей деревне есть дом, в котором хозяин, который его построил, завещал родным передавать этот дом только по родне. Только по родне передавать. И передавать его так, чтобы никто там не курил. И они гордятся, что в этом доме никто никогда не курил и не произносил бранных слов. Все, что они делали, они были очень трудолюбивы. О трудолюбии их можно рассказывать целыми часами. Они говорили, Бог любит труд. В труде греха нет. О ленивом человеке они скажут, ну вот, на работушку у него головушка не стряхнись, а с работушки у него волосок не стряхнись, а с работушки... Ой, бывает так, извините меня. На работушку у него волосок не стряхнись, а с работушки головушка не оторвись. Вот так и скажем. Или потихоньку произнесут. Сойдутся сонливый до ленивый. Богато ли им жить? То есть уж жить-то не богато. Труд, трудолюбие, это был закон крестьянской семьи. Здесь же мы видим... Вот у нас вы видите на окошках занавесочки. А вот тогда этих занавесочек нельзя было повешать. Не было их на окнах. Почему? А потому говорили, нельзя от солнышка закрываться. И всегда солнышко было здесь. Если на ночь, то были ставни. Во всех домах были ставни. По-особому рубили этот дом. Сразу вот этот дом, это дом-связь. Вот эта вот изба, там холодные сени и горница. Не у всякой семьи было достатку, чтобы сразу срубить такой дом. Бывало просто клеть. Сначала вот сделают клеть, срубят клеть. А потом уже пристраивали, по тому, как рос достаток, пристраивали еще и сени, и горницу. Прежде чем срубить дом, прежде чем срубить дом, когда уже семья разрасталась, то сначала старшему сыну. Сын просил благословения у отца и матери, брал своих товарищей. И они шли уже в лес, чтобы выбрать деревья. Пришли, там были свои обычаи. Если не понравилось три дерева, три дерева не понравилось, обязательно вернуться. Хоть как бы далеко, они не зашли в лес. Нельзя. Не понравилось три дерева, в этот день уже не рубили дерево. Если пало дерево, здрано щепину, то есть щепа осталась на пне, такое дерево тоже не брали. Сулило близкую смерть хозяину. И вырубали деревья не каждое время года, а только когда совсем прекращалось суходвижение. Это было в ноябре несколько дней, и можно было до марта. Там в марте еще некоторые дни, которые положены, и можно было рубить деревья. Еще они, когда много трудились, когда строили дом, они это дерево сушили, вымачивали в воде. И потому вот этот дом, который мы с вами, вот сейчас мы больше 150 лет, здесь ни одной гнилинки. А когда мы перекрывали крышу, то Виктор Афимович тихонько сказал, так это надо же. Вот только крышу перекрыли. И надо какое дерево. Топор отскакивает, как металл. Как металл. Топор отскакивает от дерева. Дом обычно делали низ дома пихтовый, вернее, низ дома делали листвянный. Лиственница холодная, но крепкое дерево. А верх этого дома делали пихтовый. Пихта, это дерево было мягкое и теплое дерево. Если выбирали так. Вот стоит лес, с северную сторону делали наружу дома, а южную сторону делали вовнутрь дома. Место для дома выбирали так. Называли, закрой глаза и брось щепку. Бросали, закрыв глаза щепку. Через некоторое время, если там жучки, паучки появились, тут можно. А если нет, то лучше здесь не строиться. Где было место? Смотрели, где кони валяются. Вот где кони валяются, там и дом строили. Ведь в народе сохранилась такая присказка. Там и конь не валялся. То есть нечего там делать. Там и конь не валялся. Строили там, где оставались ночевать коровы. Тырла это называлась. Тырла. Вот там строились. Коровы не во всяком месте останутся ночевать. И где ребятишки играют. У нас вон сколько полянок. А ребятишки играют там, где вот прямо уже до земли протопчут полянку, но играют на одном месте. То есть у них еще особая была, остается связь с природой и показатель, что место-то хорошее. И потому с ним посмотрим мы на уймонские дома, то они как горох разбросаны. По всей вот этой вот, по всей этой долине разбросаны как горох. А в других селах рассказывают о уймон такую притчу. Вот бежал нечистик, а у него торбушка была. А торбушка прохуделась, вот и вывалился уймон. То есть вот как попало эти дома расстроенные. Они у нас делятся уймон на верхний край и нижний. Верхний – это поздние переселенцы жили, а нижний край – это жили, нижний край – это вот староверы. Это их поселение. Распостылый муж, да, Во постелю слег, да, Ох, и лей, и лей, да, Во постелю слег. Захотелый мой муж, да, Ключевой воды, да, Ох, и лей, и лей, да, Ключевой воды. Берегли и одежду очень. Вот эти кашемировые шали, сарафаны, они их никогда даже, никогда не стирали. Они просто-напросто, они говорили, даже при гулянках старались не садиться, меньше садиться, чтобы не помять. Аккуратно складывали их в сундуки и очень-очень берегли. И недаром, что вот рубахи, которые были, вот кашемировые рубахи, они передавались из поколения в поколение. Но вот когда пришли колхозы, разоры, репрессии, когда грабить стали, сундучники бухтарминские грабили, приезжали, то все это вытащили, а ненажитые трудом сквозь пальцы прошли. Мне рассказывали о семье, которую раскулачивали. Пришли туда раскулачивать, а там прекрасное вышитое полотенце. Так вот, тот, кто раскулачивал, по стенам были разрешены, он и не знал, куда они. Схватил он со стены, померил, померил, раз, вместо портянок намотал, а вышитое к вверху. То есть вот так мы расправлялись с тем, что вот веками береглось, хранилось, передавалось. Вот так вот. Да. Так еще. Она как бы делилась, условно делилась на место, и каждый знал свое место. Это куть. Это место, в котором была хозяйка главная. В куть мужики шибко-то и не заходили. Бабское место, они скажут. Этот стол, он стоял вот сюда, ближе к красному углу. И прямо над красным углом сидел обычно хозяин дома, отец. Вот. Красный угол. Прежде чем человек зашел, он не поздоровается с хозяевами. А обязательно сначала перекрестится, а потом скажет, здорово, живете. А те ему произнесут. Милости просим, проходи, милый мой. Вот так скажут. В красном углу обязательно стояли иконы. Иконы, лежали книги. Здесь же можно было увидеть и вербочки, можно было увидеть, которые на вербное воскресенье брали и украшали. Вот когда советская власть была, и там очень это все преследовалось, то они просто-напросто, эти тайны уносили вербочки, освещали их всего, украшали их тряпочками, ленточками. Вот. И тут же можно было увидеть и четверговую соль, которую в чистый четверг брали. Иконки. К иконам было особое, почтительное отношение. И сейчас в общении, вот, в общении у староверов есть специально благословленные, самые мудрые, самые чистоплотные люди, которым благословили, скажут, меня благословили, иконочки мыть. И они моют иконки своими особыми средствами. Некоторые квасной гущи моют, некоторые звездки, в звездку кладут эти звездки, ой, вернее, иконки и чистят. Перед каждым, перед каждой Пасхой иконки обязательно обновляют. Община живет своей жизнью. При молении, вот, например, есть люди, которые, вот, при молении есть люди, которые, не знаете как, они свечки, скажут, я благословена за свечками смотреть. И когда молятся, а молятся они по целой ночи. Вот перед праздниками начинают молиться, они начинают молиться перед праздниками, они с вечера и до утра стоят. И причем в этих молениях, вот этих вот, когда они молятся с колен, как они говорят, есть особая мудрость. Вот сейчас самый ленивый только, наверное, не слышал о дыхательной гимнастике. Основные принципы дыхательной гимнастики как раз заложены и в этих поклонах. Так вот они скажут, меня благословили за свечечками смотреть. И когда молятся, то не каждый кидается там свечку обирать или переставлять, а только тот, кто благословен. Есть и тот, который при похоронном обряде, вот, тоже, они смертную одежду шьют, обмывают. Смертную одежду обязательно шьют только руками. Только руками. И называют это саван. В саван, если закрыли, отмолились, саван закрыли, то уже человека смотреть будет нельзя. Вот так вот. Хоронят они своих людей по-прежнему в домовинах. В домовинах они хоронят их. Это выдолбленный, лучше из кедра, такой, средина выбирается из сутунка дерева и обрабатывается. И вот кладут покойного. Обязательно, вот, с траверой хоронят своих домовинах. Процесс омывания покойного тоже особый процесс, когда они каждый суставчик омывают, в горшочках они это делают, каждый суставчик омывают у покойного человека. То есть то, что он совершенно чистый, он должен идти на тот свет. На веру большое внимание обращали, папа был коммунист, в общем, зашили все хорошо. Сейчас уже больше внимания в селе гораздо на веру обращают. И были проблемы, например, у нас при похоронах мамы, то есть никто из родственников не пришел, потому что они старообрядцы, для них это грех прийти проводить православного человека. Да, вот бывает и так. А папа из киржатской старинной семьи, ну так же, как и я, все мы старообрядцы, киржаки, пусть будет так, и мои дети тоже. Здесь жили отец и мать. Про отца говорили, как Бог да людей, так отец да детей. Но про отца же и скажут, про мужика. Мужик-то он че? Он улеж на собака. Он управится, а в бабью-то работу никогда не лезет. И мир в семье женой держится. Жена, мать, это было главное. Говорили, муж да жена, две души, да единая воля. Так и скажут. Так вот, они рассказывают так. Мы при маме даже громко не говорили. А кто-то скажет не так. Она весь день проплачет, а мы не знаем, куда себя девать. И все просим у нее прощения. Все просим у нее прощения. И они говорят, без мамоньки родной и цветы не цветут светло. Или материнская, да ладонь, высоко подниматься, да не больно бьет. Хороша-то мать, как журавушка, а плоха-то мать, как кукушка, улетит, да не воротится. Кукушек в ту пору было мало, а матери заботились о своей семье. Жена, а в семье помнили, жена для совета, теща для привета, да нет милей родной мамоньки. Жена плачет, роса падет, сестра плачет, ручей течет, а мать плачет, река течет. Обидеть мать было невозможно. Они говорили так, на Руси есть вдовьи, слезы, сиротские, материнские. Все знают, что нельзя обидеть вдовую-сироту, великий грех, но еще больше нельзя было обидеть мать. Обидел мать, обида по свету походит-походит, да так ударит, не слезами заплачешь, а кровью. Обидеть мать было невозможно. Зубатить со старым человеком было тоже, это считали неразумной, и в то же время не жалели мать, с которой зубатила дочь. Они скажут, что же такое? Видно, мать свою лаяла, то есть тоже ругала, раз вот дочь с ней так обходится. Вот так вот. Вот в этом доме относились крайне уважительно и к свекрови. Я много раз спрашивала у них, почему же так уважали, любили свекровь. Они называли ее только маменька, свекру называли тятенька, и бесконечно уважали о ней, о ней маменьку, и тятеньку. Они смотрели на меня, как на неразумную, и говорили, да ты че, мила моя, муж-то будет больше любить, ему-то тебя жалко и ее, вот и будет метаться между вами, как между двумя огнями. То есть отсутствие эгоизма. Не думали только о себе, а старики умело направляли, умело направляли жизнь семьи. Рассказывают притчу. В доме было пять невесток. Ну, пришла шеста, не взлюбили ее. Тогда же по неделям работали. Неделю за скотиной ходишь, неделю ткешь, неделю за ребятишком, неделю варишь. И вот как только придет время варить молодой невестке, обязательно пересолено. Она совсем не солит, а все равно пересолена. Сели за сто, опять пересолено. Все ругаются. Она в слезы. Не солила вот вроде вовсе. И тогда старенька, старенький дедушка кряхтел, кряхтел, слез с печки, подошел и высыпал всю соль из солонки прямо в чугунку. Ему говорят, дед, да ты что, соль-то дорогая была, да сразу все наелись. А он говорит, я с печки-то видел, что уже все посолили, я не успел, вот теперь и посолил. И он положил конец сразу всему раздору, который был вот в этой семье. Они хорошо знали, лишнее слово досаду приносит. Не то мудрено, что переговорено, а то мудрено, что не выговорено. Лучше ногою запнуться, чем языком. Или скажут, придержи язык в беседе, а сердце в гневе. И нам надо помнить это всегда. Вот в этой семье мы сейчас вот смотрим, и к этому уже начинают люди привыкать, что бесконечная смена один муж, второй муж, третий муж. А Ульяна Степановна Ташкинова наказывала мне так лет тридцать с лишним, уж к сорока будет так, она наказывала так, береги своего мужа, чужому-то будешь ноги мыть и эту воду пить. Чужа шуба не одежа, чужой муж не надежа, так и скажут. И берегли мужа, и говорили Леонид так, не должно быть никаких тайн между мужем и женой. Черно-бело, все должно быть переговорено между ними. И так, как жена мужа поставит, так и будут к нему относиться и в семье, и в деревне. А уважаемых людей в деревне скажут, она по отчеству жила. То есть, когда очень уважали, они даже имя-то бывало забывали, а Ивановна, Антиповна, Ананевна, так и называли. В этой семье было очень много гостей всегда. Гостеприимность, искренность, доброжелательность. Вот что отличало этих людей. Они скажут, гости на гости хозяевам радость, хозяин весел и гости радостны. И вот о гостях можно было услышать и сейчас можно услышать вот такой разговор в нашей деревне. Заходит соседка к соседке и говорит, здорово живешь, Ананевна, милости просим, Архиповна, да проходи ты, мила моя, проходи, да пособляй скорее. Ой, у меня сегодня сколь народу будет и маменькина, и тятенькина родня, да пособляй ты скорее, пособляй ты, пособляй, и орда-то у тебя где. Да убежали они, что, как соврасы безызды. Глика, убежали, не давай им поводок, на божничку, что ли, садить. Так ты, что же, так я вот, видишь, с квашонкой маюсь, что ты не подходила, не подходила, ну вот сейчас вроде ничего, да нет, запашиста, и подъем есть, смотри-ка, что, ну оно так, чтобы квашонку-то состряпать, так это надо к ней дорожку протоптать, но не та же, та же мучка-то быват, да не те же ручки, у хорошей-то стряпки-то и ворота в тесте, ничего, добра вроде квашня. Ой, ты погляди-ка, а я ведь корчаву-то в печку, матерушу с квасом-то сделала, детка Эмильян приедет, а он квас-то завсегда любит, ой, квас-то хороший, хороший, ядреный, смотри-ка, норки прямо дерет, хороший квас. Глика едут, и на каих, и на вороных едут, да милы вы мои, да заходите вы скорее, да по стаканчику травянушки, да сколь я вас уже не видела, я как-то у ребятишек, когда проводила здесь урок, то спросила, а хотели бы вы и дети, чтобы вас так встретили, а один мальчик говорит, конечно, а то сейчас кому придешь, так спросит, есть будешь, вот что мы потеряли, вот эту душевность, бесконечную теплоту душевную, потеряли мы, и хорошо бы нам вспомнить ее, и вернуться к тому, как делали наши бабушки и дедушки, а у нас в деревне скажут, странного прими, голодного накорми, в печали разговори, человек тебя не объест, не обопьет, тебе Бог больше даст, а если нечем, нечем хлеба дай, а хлеба нету, кваса дай, а кваса нету, водой да приведь, и вот то, что говорили староверок, что они и не искренние, и не примут человека, и не доброжелательны, да не верьте вы никому, я с ними всегда живу, это они скажут, держи себя как человек, или произнесут, не надо пренебрегать никакими людьми, вот так и скажут, вот в этой семье было полным, полно народа, но не принято было злиться или завидовать, если ты завидовал, злился, не вставай к святой иконе, не вставай, и не встать грех, и встать грех, я приходила к Ульяне Федоровне Боровиковой, к наставнице, которая жила в этой деревне, удивительная была бабушка, избушка у нее совсем заваливалась, и когда я думала, боже, да хоть бы не задавила ее эта избушка, она садилась старенькая, плохо слышащая, плохо видящая, рядом со мной говорила, я ведь мило моя, хорошо живу-то, у меня избушка-то хоть худенькая да своя, да жжем не мочит, огнем не жжет, посидит да скажет, своя-то избушка, мила подружка, и тут же произнесет, домочек избушечка, окладной бревешечки, на округ домочка, на округ дворочка, крыша медна, тын железный, ангелы в окошко, богородица в дверях, сам Иисус Христос в большом углу сидит с ангелами, да, ангелами, вот так и скажет. Здесь, вот в этой семье, было много детей, много Бог детей дает, да лишних-то не посылает. Вся семья, и не только семья, заботилась о воспитании ребенка. Если ребенок прошел и не поздоровался с кем-то, то они немедленно сообщат родным и сами поговорят. Мария, у тебя вонятка, что ты не здороваться, и с воняткой будет серьезный разговор. Матрена Серпионна, Атаманова, говорила так. Я уж не молода была, замужем. Шла мимо тяти и сказала, здорово живешь, тяти, и ничего больше не сказала. Остановил он меня и говорит, ты по что, такая бессовестна, ты по что, хоть не спросила, как ты, тятя, живешь-то. То есть не только поздороваться, но поговорить и пошутить с человеком, это было обязательно. Ребенка, говорили, гни дерево, пока гнется, воспитывай дитятку, пока слушается. Дитятка, что тесто, как замесишь, так и вырастет. Что в детстве воспитаешь, на то в старости обобрешься. Воспитание-то детей надо начинать с детства их родителей. Они много гладили ребенка по головке. И это было обязательным. Гладили и говорили, любит шанюшка мазанье, а головушка глажанье. Поглаживали и тихонько произносили такие слова. Или посмотрите, как они скажут. Они гладили его, поглаживали его и произносили. Мальчик очень маленький, мальчик очень славненький, дорогая деточка, золотая веточка, трепетные рученьки голове закинуты в две широких стороны, словно крылья скинуты. Бить детей было нельзя. Говорили так, кто-то из стареньких брал на расшалившихся детей листовочку, говорил, «Осподи Иисусе, Христе Синий Божий, все по местам». Или говорили, «Я вот оттоварю сейчас тебя, то есть отшлепаю тебя». И всем этого было достаточно. Они скажут так, «Воспитывай не кнутом, а стыдом». Вот так. На совестливости, на личном примере держалось все. Добрый пример, лучше ста слов. Вот так скажут. Вот здесь, провожая ребенка из дома, мать не выпихнет его, как попало. Она поручит его Богу. Они скажут, «Мать в дорогу сына провожала, месяцем ты его опоясывала, звездой ты его застегнула, судьбой ты его обвернула. Ты возьми, Боже, дитя мое, на высоком пороге, да на большой дороге». В этом они сами себя лечили. И не было ни у них, ни психологов, ни логопедов. А что-то я возле с ними, когда вот бываю, не видела у них ни косноязычия. Живут в мудрости, в здравом уме, до глубокой старости. Сами себя лечат, уговаривают. Идут к рябине, грызут рябину и говорят, «Рябина, рябина, вылечи мои зубы, не вылечишь, все тебя изгрызу». Они знали, «А мы только догадываемся, что в рябине есть особые дубильные вещества, которые крайне благотворно влияют на зубы и десны. Тяжело на сердце, идут к речке, умываются и говорят, «Бережок ты, батюшка, речушка ты, матушка, как ты моешь, умываешь, крутые берега, желтые пески, пенья, коренья, желтые каменья, смой, сполочись меня страхи, уроки, переполохи». Вот так и скажут. Вот это удивительная деревня. Можно говорить бесконечно о доброте и искренности этих людей, о мудрости их. В нашей деревне в 1989 году был Валентин Распутин и сказал такие слова. «Чудна Русь», – говорили отшельники, когда доходили до них вести о тех чудесах, которые происходят в центре. «Чудна Русь», – говорим мы сейчас, когда добираемся таких окраин, как Верхнюю Мон, где многое, в том числе богатое, крепкое душа человеческое, остались в целости и сохранности. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!